Всем здрасте! Оп, штанишки подтянул повыше, как мы это делали в детском саду. Лапшевник, конечно, это не детсадовское блюдо. В детсаде все было по-простому, по-босяцки. А это вкусное домашнее блюдо, которое готовила многим из вас бабушка. Если кто постарше, значит мама. И все это довольно просто. Но самое главное, посмотрите ролик, когда я делаю и рассказываю про домашнюю лапшу. Сделайте домашнюю лапшу, не используйте магазинную. И тогда это блюдо будет самым лучшим и вкусным. Что с самого начала? 50 на 50 обычное молоко, отборное. Я процентовку не знаю, они же там вихляют хвостом. Типа из серии от 3,2 до 4,5. Ну, и топленое молоко. Все, 50 на 50 льем. Без воды. Объем не спрашивайте. Очень сложная штука. Значит, у меня вот этот вот полтора литра ковшичек. Пол ковшичка. Ну, значит, 750-800 мл. Сюда добавляем одну столовую ложку сахара и еще половинку. Это на мой вкус. Значит, если будет недостаточно сладко, вы потом всегда сможете добавить. И обязательно на кончике столовой ложки, прям совсем чуть-чуть, добавляем сюда соль. Теперь все это на плиту. Но у меня включена духовка. Духовка включена и разогрета. Внутри стоит термометр. Там 160 градусов. Вверх, вниз и конвекция. Зачем я разогреваю молоко? Для того, чтобы довести его почти до кипения. История какова? Значит, все с детского сада ненавидят пенки на молоке или пенку на какао с молоком или там еще что-нибудь. Я не помню, в детском саду мне, наверное, не давали кофе с молоком. Да, детям дают кофе с молоком? Не дают. Какао с молоком. Значит, пенка пенки рознь. Когда вы налили кипяченое молоко, лецитин при соприкосновении с воздухом и температурой образует пенку такую. Она начинает затягиваться. Практически у многих всяких ингредиентов образуется пенка. Там, где есть лецитин. И вот эта пенка, она образуется при нормальных условиях. А у графа Гурьева повар, который готовил гурьевскую кашу, знаменитую, придумал, и который прослаивал ее пенками. Вот ту пенку он образовывал в печи. То есть, когда теплый воздух касается лецитина и образовавшаяся пленка начинает карамелизоваться. Вот тогда мы получаем совершенно иную пенку. Поэтому я хочу этого достичь. И для того, чтобы это сделать быстрее, макароны же в итоге когда-нибудь-то раскиснут. Там их держать час не получится. Нужно довести быстро молоко до кипения, потом макароны и в духовку, чтобы уже молоко было горячее. Так, пенка, пенка, пенка пошла, пошла, пошла аккуратно. Главное, чтобы ничего не убежало. Куда, куда, куда. Теперь мы сюда. Вот, вот эта пена, когда начнет закипать в духовке, вот она и будет давать, вернее запекаться. И из нее мы получим настоящую пенку. Теперь сюда добавляем лапшу. Такую поджаренную, подколерованную. Чтобы вкус домашний. Магазин и так не делает. Учтите, что объем лапши должен быть такой, что она еще увеличится. Влагу вся заберет. А тут кто как привык. Кто-то погуще любит, кто-то любит пожиже. Я чуть-чуть еще добавлю, пожалуй. Теперь добавляем ванильную эссенцию. Ну, кто хочет как. Ванильный сахар чуть-чуть. Кто-то добавит, может быть, ваниль настоящую. Все, эту прячем. В кондитерских магазинах продается такая ванильная эссенция. Теперь ему чуть-чуть даем, даем, даем чуть-чуть ей. Ему говорю. Блюду ему, а лапшевнику тоже ему. Молоку тоже ему, да, все правильно сказал. И вот как только начинает закипать, опа, и переносим в духовочку. Ну, то бишь, как будто это печь. Все, оставляем минут на 10. Кипение образуется не сразу. Простоит. Макарошки начнут себя впитывать влагу. Ну, и начнет помаленечку подкипать. Сверху температуре нужно устояться, всему нужно нагреться, и тогда поглядывайте, корочка запекаться будет. Если вдруг чего, вот у меня стоит верхний нагревательный элемент, чтобы сверху жар шел. Тогда мы добьемся вот этой вот пенки запеченной гораздо быстрее. Так, теперь, когда у нас уже... Открываем, смотрим, открываем, смотрим, видим, что пенка уже румянится. Вот так, смотрите. Вот она. Вот какая она должна быть. Настоящая румяная пенка. Вот эта пенка настоящая. Это не вам детский сад, е-мое. Теперь вы понимаете, что такое пенка не как в детском саду. Да, за такую пенку. Я понимаю, тех, кто не любит молоко, молочные продукты, да, вы сразу тут отпадаете, но те, кто любят, вот это, это лапшевник. Это суп с лапшой, который как из печи, понимаете, русским духом пахнет. Здесь домашняя лапша из настоящей. Да еще и с такой пенкой. Так, ну-ка. Давайте-ка, давай вот так сделаем сейчас. Опа, раз. Да, так. Во-первых, по опыту, не только по моему, но и по многовековому русскому опыту, лапша, которую сушили в печи до коричневого колера, или на сковородочке, если у вас нет печи, или в духовке, она практически не разваривается. Нет, ну всему есть предел, понятно. Но за это время, если бы вы поставили обычную магазинную лапшу вот так вот в молоке, в духовку у вас бы там уже была каша однородная. Вот это даже из обычной пшеничной два нуля высшего сорта муки. Она, смотрите, она, во-первых, вся плотная, во-вторых, она текстуру имеет. Это не квашняк какой-то. Мама, что ты мне разварила? Макароны. Эту лапшу прямо в молоке можно в холодильнике оставить. Вы на утро проснетесь, прогреете ее, и она будет иметь вот такое количество жидкости. Вот это по-настоящему. Это то, что должно быть у каждого хотя бы раз в жизни. Шикарная лапша. Это совершенно карамельный, ароматный, вкусный бульон. Я не знаю, как вы, а я бы на завтрак прям целиком бы вот эту штуку бы смолотил. Даже Алиса, он стоит, бедняга. Алиса, и что ты попрошайничаешь? Тебе этого нельзя, барсучок. Ну что ты? Малышка моя. Нет. Ой, шикарно. Друзья мои, подписчики, уважаемые, духовка вполне себе может заменить русскую печь. Поиграйте с ней, попробуйте, и она откроется вам со всей душой. Обязательно к себе в копилочку пенку, рецептик, пасты сделайте себе побольше. Ой, не пасты, а макарон. И кайфуйте от жизни. До свидания. Всего доброго.